На Черноморском побережье, куда сегодня утром высадился звездный десант Первого канала, в самом разгаре праздничный концерт. Известные телеведущие, артисты и спортсмены приехали в Новороссийск в рамках акции «Первый в армии». В программе много всего интересного, но самое главное – отличное настроение у всех участников. Иван Прозоров передает с места событий. Все звезды в гости к ним, защитникам Отечества, морякам Новороссийской военно-морской базы и десантникам горной дивизии ВДВ. Сперва на самолете, потом на автобусах и, наконец, на броне военной техники. Десант Первого добирался до места назначения. Мы вас любим! А для них первым делом вертолеты. Леонид Якубович за штурвалом Ми-8 доставил на полигон коллег по эфиру и после приземления дал мастер-класс Арине Шараповой. На взлете надо давать правой ноги, чтобы компенсировать это движение. Я сейчас сказал, какую правой ноги надо давать. Вот, еще на педаль направо нажимаю. И чуть-чуть ручку на себя. И чуть-чуть на себя. Звездному десанту Первого канала горячий прием устроили десантники настоящие. Небесная пехота показала, на что способна знаменитая горная дивизия ВДВ. Сработали быстро, что называется, как снег на голову. Дело вступила и армейская авиация. А затем показательные выступления устроили десантники на земле. Это зрелище фантастическое. Вот эти ребята, это действительно наш кинофонд. Вы посмотрите, размер их одежды начинается с 54-го. Амуницию, которую они носят, составляет 46 килограмм. Это что за силища такая? Потрясающая команда. Фантастические ребята. На эту молниеносную и впечатляющую операцию также стремительно ответил поэт Владимир Вишневский. Без пафоса, с улыбкой, но воспеть ее хотя бы раз в 70-летие. Как хорошо уже звучит 7-я дивизия десантно-штурмовая, догорная и гвардейская. Уж 70 лет как есть. И где бы не вступала в действие, все делала ей честь. Первые в армии уже в 19-й раз и третий год подряд знаменитости приезжают на флот. В этот раз в Черноморске, в город Герой Новороссийск. Военно-морская база здесь одна из лучших в стране. Для телезрителей в погонах сегодня тот самый случай, когда до звезд можно дотянуться рукой. А звезды приехали не с пустыми руками. За образцовое выполнение воинского долга в связи с проведением нашей акции, а также в 70-летием победы. Владимир Александрович. Крема, порошок. Лучший офицер дивизии Ярослав Пустовит служил в горячих точках, участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, обеспечивал безопасность Сочинской Олимпиады. С плаца он уехал на новеньком автомобиле. Леонид Якубович встретился с вертолетчиком Владимиром Козенковым. Он спас женщину, которая выпала с теплохода и провела в открытом море 12 часов. Для вас это просто работа, а для людей, непосвященных, то, что вы делали и то, что вы сделали, это подвиг. И от именно тех, кто не посвящен, позвольте вручить вам этот орден за заслуги третьей степени по-настоящему. Подарков было много. Телевизор, ноутбуки, бытовая техника. А эфрейтору Юлии Мартынович подарили специальное прогулочное кресло для сына-инвалида. Кресло отправила Елена Малышева. Она не смогла приехать, но с ней связались по телефону. Я рада, чтобы он приехал. Если что-то еще понадобится, буду очень рада помогать еще много-много раз. Подарки вручали также ветеранам, кадетам, а звезды первого признались, как важны для них такие поездки. Мы должны делать все во славу нашей российской армии, потому что она у нас очень крутая. И мне так хочется гордиться ею. Мне так хочется, чтобы матери и отцы не боялись оттаскать своих детей, служить. Потому что это здорово служить. В ответ военные рассказали и показали, армия это не только тяготы и лишения, но и престиж и комфорт. В этой дивизии лучшие в стране условия для службы и жизни. В современной казарме, спорткомплексе, построено новое общежитие для контрактников. В него, по старой традиции, звезды первого запустили котенка. И пообещали, что в следующем году юбилейная 20-я акция первого в армии будет не менее масштабной. И вам Прозоров, Валерий Жичкин, Алена Евтикова, Андрей Бакашев. Первый канал. Новороссийск. Продолжение следует.